расскажите историю когда вы офигели от человеческой скупости моя бабушка у которой никогда не было компьютера всегда оплачивала счета по почте один раз ее счет за воду то ли по ошибке отправили кому-то другому то ли вообще не высылали в общем она его не получила как бы то ни было в следующий раз ей прислали счет за воду сразу за два месяца за этот и предыдущий плюс там был небольшой штраф за позднюю оплату который составлял меньше стоимости одной почтовой марки в итоге она до конца своих дней платила по счетам через раз потому что таким образом она могла использовать одну марку раз два месяца и экономила несколько центов чтобы вы понимали на момент смерти у нее на счетах лежало порядка миллиона долларов у моего деда было твердое убеждение любой напиток в ресторане должен стоить не более 10 центов поэтому если в ресторане наливали сладкий чай за полтора доллара и можно было бесплатно долить себе еще он не уходил не выпив хотя бы чашек 15 при этом вся семья должна была сидеть рядом и ждать пока он не закончит видел как чел спокойно взял деньги из банки для чаевых и расплатился ими за маффин бедная кассирша была в таком шоке что не проронила ни слова но главное что все это происходило в столовке офисного здания и на парне был очень дорогой костюм как же меня бесили такие типы когда я работал в кафе банка с чаевыми она не для обязательных чаевых люди кладут в нее деньги лишь тогда когда мы обслужили клиента настолько круто что он решил накинуть нам сверху это наши деньги тем не менее все равно находились чуваки которым хватало наглости сказать ой мне немного не хватает а потом лезли в банку выковыривать оттуда два доллара пару раз приходилось тормозить таких уебанов и объяснять им что это не халявные бабки им на пончики мой батя когда был совсем на мели пошел в ближайший макдак и набрал в нем бесплатного сахара для его кофе то неделя была особенно тяжелой знакома моя мама когда бывает в универмаге всегда тырит из фудкорта пару одноразовых пластиковых вилок нам их хватает на несколько недель помню как я понял что мы охренеть какие бедные когда мыл посуду и заметил у нас осталось всего три столовых прибора из которых два были одноразовые во времена когда я работал на доставке пиццы у нас был один клиент который два-три раза в неделю заказывал пиццу и его заказ всегда звучал как-то так клиент сколько с меня я такс всего будет 18 долларов и 35 центов клиент окей у меня двадцатка поэтому приготовьте сдачу с вас один доллар и 65 центов он никогда не улыбался никогда не оставлял чаевых и ни разу не сказал спасибо как-то раз в пятницу у меня был ночной заезд на 5 6 заказов последний из которых я должен был привести этому чуваку к сожалению предпоследний клиент вытряс из меня всю мелочь из-за чего в итоге я не додал нашему герою 10 центов и извинился когда я вернулся назад в пиццерию мой босс висел на трубе с этим челом и пытался его успокоить пацан пожаловался боссу что и отказался выдать ему сдачу как-то раз мы пошли в кино с мамиными новыми друзьями уходя один из друзей случайно нашел под креслом 5 долларов после чего из-за него мы остались в пустом зале и ждали пока он проверит все ряды потому что мало ли еще у кого-то выпали деньги моя бабушка раньше водила нас с братом и сестрой в ресторан но вместо того чтобы заказать нам как нормальным людям по стакану молока она заставляла нас пить бесплатные кофейные сливки мои родители самые большие скупердяи на свете особенно отец одним летним днем когда мне было лет эдак 13 батя наконец-то согласился отвезти меня к врачу проверить зрение к его удивлению оказалось что мне действительно нужны были очки хотя отец уверял меня что это все херня и они мне не нужны тогда батя сказал что хоть он и согласился проверить мне зрение но на покупку очков он не подписывался поэтому мне был поставлен ультиматум либо очки либо подарки на день рождения я согласился на очки потому что видеть что пишет учитель на доске мне было важнее но тут еще такой момент что у меня день рождения выпадает на рождество поэтому я всегда в один день получал подарки за два праздника ну вот и вышло так что следующие подарки я увидел только через полтора года и все это время я винил себя за то что выбрал очки я понимаю что у родителей не всегда были деньги на всякие хотелки но в этой истории я чувствовал какое-то особенное жлобство со стороны родителей как можно заставить ребенка выбрать очки и использовать это как оправдание чтобы не купить ему подарки шесть месяцев спустя если чё я с батьей вообще больше не общаюсь у моей мамы одно время был мужик который всегда когда покупал вишню отрывал с каждой вишенки стебельки потому что думал что если они будут весить меньше то он сможет купить за те же деньги больше ягод вполне реально что за 10 лет он сэкономил целый доллар экономия на лицо лет пять назад мой друг переехал в новую хату и устроил новоселье позвал человек десять посреди вечеринки я пошел пасать после чего помыл руки но вытереть их было нечем ну думаю чувак впервые живет один наверное просто еще не успел купить полотенце можно ведь просто оторвать немного туалетки и вытереть руки об нее но нет туалетной бумаги тоже не было тогда я вытер руки об штаны и вернулся сообщить другу что нужно положить новый рулон и чё вы думаете этот говнюк идет в туалет открывает мусорник достает из него самые чистые по его мнению квадратики сортирки и наматывает их на держалку для бумаги я даже думать не хочу кто и для чего использовал эту бумагу и что его надоумило сделать что-то настолько антисанитарное абсурдное но после такого я свалил оттуда так быстро что у меня даже не было времени задать эти вопросы это был однозначно самый скупердяйский и мерзкий поступок который я когда-либо видел чувак мне был довольно близок но после такой херни я решил что дальше дружить смысла с ним я не вижу когда мы были помоложе мы ходили в один бар клуб в который нас пускали по левым докам каждую пятницу там наливали пиво по одному баксу и я никогда не забуду как один раз до меня дошла очередь брать всем пиво и мой кореш подходит и говорит слушай если можно давай я пропущу этот пивас а ты мне просто дашь один доллар мы тоже ходили на все тусы где наливали пиво по доллару сразу брали пиваса на весь вечер чтобы не нужно было несколько раз оставлять чаевые бармену как же я рад что у нас в великобритании не принято оставлять барменам чаевые всякий раз когда наша семья куда-то выбирается поесть возлюбленные мои бабушки забирают у всех лимонные дольки которые идут бесплатно с водой выжимает их к себе воду и добавляет туда сахар чтобы не нужно было платить за лимонад казалось бы в таком возрасте можно уже взять да сказать а пошло оно все нахер сегодня шикану и заплачу за лимонад я походу запоздал с ответом но у меня тоже есть случай в тему зашел я как-то в наш местный ларек купил что-то по мелочи и получил 20 пенсов сдачи думаю отдам их продавцу пусть закинет их в ящик для пожертвований тот берет у меня сдачу открывает кассу беспалевно меняет 20 моих пенсов на 5 и кладет их пожертвованиям как же меня бесит что есть люди которые готовы развести благотворительный фонд на 15 пенсов он украл их не у фонда у тебя ты дал ему деньги на благотворительность а он решил оставить их себе наверное это не считается потому что я видел это в телешоу где показывали всяких отмороженных скупердяев короче в этом шоу была женщина которая по несколько раз использовала ополаскиватель для рта она полоскала им рот сплевывала его обратно в бутылочку а потом использовала его еще раз в голове не укладывается что кто-то так делает если ты находишься дома у моего кореша и тебе приспичило по большому то кореш вместо рулона выдаст тебе несколько квадратиков туалетки столько сколько посчитает нужным подозреваю что у него никогда не было женщины я когда-то встречалась с одним парнем который вечно просил меня перестать использовать так много туалетной бумаги на что у меня всегда был вопрос а что есть какая-то норма когда я работал в одном из ресторанов монреаля как-то раз мы с коллегами решили устроить небольшой пикник с пивасом и жратвой мы все скинулись на стейки салаты и напитки и тут мне в голову пришло пригласить моего друга в итоге он пришел на пикник с клубнем картофеля ага тупо с одной картофелиной при этом жрал наши стейки салаты и пил пиво ах да картофелину он свою в итоге тоже сожрал мой отец тратит на адвоката по несколько сотен баксов в месяц чтобы не платить маме алименты которые стоили бы ему менее 200 долларов в месяц хотя моя мама простая учительница когда дело касается принципа деньги значения не имеют на последнем курсе у меня была одна курсница которая хоть и не жила у нас на кампусе но постоянно заезжала к нам со спортивной сумкой и заполняла ее туалетной бумагой салфетками бумажными полотенцами и так далее в конце года она хвасталась что смогла протянуть год не покупая бумажные товары в магазине еще она шлялась по секундом и искала там вещи бренда patagonia на них дается пожизненная гарантия поэтому когда ей удавалось что-нибудь урвать она жаловалась на какую-нибудь херню вроде плохо работающей молнии и отправляла вещь обратно таким образом ей всегда присылали новую вещь что касается жлобства и всяких разводов в этом она была спецом компания на которую я работаю отказывается оплачивать работникам ручки я и шестеро моих друзей собрались как-то поужинать когда настало время платить один из них вдруг спохватился что забыл наличку но сказал что если мы все скинемся то он просто заберет себе деньги и оплатит весь счет со своей карты вслед за этим он настоял на том чтобы каждый из нас обязательно оставил хорошие чаевые что великобритании хоть и распространено но вовсе не обязательно дальше он взял деньги пошел в бар расплачиваться но к его несчастью в этот момент другой наш кореш вышел из туалета и спалил как тот расплачивается наличкой мы тут же решили спросить него за такое поведение и оказалось что этот жлоб покрыл нашими чаевыми свою чащу счета после этого за ним навсегда закрепилась звание воришки больше ему никто не верит один из моих друзей всегда покупает 11 булочек а на кассе говорит что их 10 если его ловят на лжи он говорит что просто неправильно посчитал я знаю чуваков которые признались что регулярно ходят в костку за бесплатным ланчем они наматывают круги по всем дегустациям и едят пробники пока не обожрутся это странно учитывая что фудкортах костку можно купить ланч за пару долларов причем у них там всегда огромные порции когда дома его соседа дошла очередь покупать нам в хату туалетную бумагу он стащил на работе один рулон несмотря на то что мы всегда покупали упаковки по 16 рулонов чувак решил что это равноценный вклад блин да у нас 16 рулонов стоит бакса 2-3 одну мою знакомую как-то раз выгнали из буфета потому что она складывала к себе в сумочку еду в ответ она обиделась и потребовала менеджера я работаю в казино и не перестаю удивляться как часто люди шарятся по пепельницам и ищут в них окурки с остатками табака сколько-то там лет назад мои кореша шарились по главной улице нашего города и собирали окурки потом скрывали их и высыпали остатки в другие недокуренные сиги как же все-таки зависимость от курения калечат некоторых людей большое спасибо за просмотр в комментариях под видео расскажите историю когда вы офигели от человеческой скупости и не забудьте посмотреть наши другие видосы пока а